Президент Франции Николай Саркази пообещал глушить любой телеканал на территории Франции, который позволит себе показать в эфире кадры убийств в Тулузе. Видео с камеры, которая была прикреплена к террористу Мохаммеду Мира, вчера подбросили в парижскую редакцию Аль-Джазиры. Саркази поблагодарил Аль-Джазиру за их решение не ставить видео в эфир. По словам продюсеров канала, на видео запечатлены убийства трёх военнослужащих Равина и трёх детей. Причём фильм, это уже смонтированный фильм. Как считает полиция, эту запись отправила на телеканал сообщник террориста. Имя его властям и спецслуживам неизвестно. Мы обсудим тему с гостем в студии. С нами за столом Рав Шакиров, журналист, общественный деятель и член Большого правительства. Рав, здравствуйте. Добрый день. Я не член Большого правительства, я просто возглавляю портал Большой правительства РФ. Раз он Большой, мы вас туда так прям сразу и приедем, да, простите. Там уже 7 мест. Я предлагаю вернуться к событиям 2004 года, когда были вынуждены покинуть пост главреда «Известия» после того, как газета опубликовала фотографии детей погибших в Беслане. Тогда тоже был такой диалог, стоило это, не стоило делать, как это надо делать. Ну, этот диалог постоянно возникает, периодически, но, как правило, он не выходит за рамки, что ли, профессионального сообщества, да, потому что каждый принимает это решение. Но иногда, иногда это становится, это обсуждается более широко. Вот сейчас, годы спустя, и когда во Франции просто, ну, очень похожая ситуация, да, складывается, что бы вы думаете про те события? Надо или не надо было тогда публиковаться? Я до сих пор бы поступил так же, как и поступил, потому что абсолютно разные ситуации, должен вам сказать. Во-первых, надо понимать, что телеканалы и газеты – это разные вещи, да. Телеканалы смотрят все, в том числе и дети – это раз. Газету «Известия» с трудом представляю в руках ребёнка, да, то есть она выходит на определённую взрослую вполне аудиторию. Во-вторых, всегда, когда идут споры об этом, это вовсе не споры профессионального сообщества, как вы говорите, это споры общественные. И в данном случае, когда был захват детей в Беслане, как вы помните, наши телеканалы абсолютно, ну, не говорили там, ну, самую-самую малость. Я помню интервью с одним руководителем нынешнего телеканала, который с гордостью сказал, что он выдавал где-то 15% информации, которая тогда была известна. Вы же помните тогда эфиры славного НТВ, когда ведущий в эфире говорил нам, когда корреспондент пытался сообщить число захваченных заложников и число погибших, ведущий в эфире прерывал и говорил, нам неизвестны эти цифры. Это была совсем другая ситуация, понимаете? И в этой ситуации дать такой материал, который мы дали в известиях, я считаю, было правильным. Сводить всё к тому, что там были опубликованы какие-то фотографии, если вы внимательно посмотрите на тот номер и увидите все фотографии, то там только одна фотография, которую можно отнести к таким, ну, жёстким. Ну, могу сказать, что сегодня в прайм-тайм на том же НТВ я могу увидеть картинки гораздо более жёсткие, и которые показываются на весь мир. Да и World Press фото-выставка, в общем, намного более жёсткие фотографии ежегодно публикует. Наверное. Всегда важен вопрос, для чего ты это делаешь, в каком контексте. Если все телеканалы тогда молчали, то нам просто необходимо было донести правду о тех событиях. И последующее парламентское расследование, и, кстати говоря, суд по этому делу, это было последнее парламентское расследование, последний суд такого рода, показали, что мы, в общем-то, были очень близки к тому, что происходило на самом деле, то, что мы дали в известиях. Сегодняшняя ситуация во Франции совершенно иная. Известно, что произошло. Да, известно, что произошло. И здесь надо сказать, что я абсолютно поддерживаю Саркази. Насчет глушить я, кстати говоря, не слышал. Он обратился к руководству телеканалов, которым не рекомендовал, то есть запретил ставить. Но всё-таки это на решение, на совещании руководства каналов. Это уже было, пока вы ехали к нам на... На пресс-конференции. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. То есть расстрел детей показывать или там матерям видеть расстрел солдат. Здесь, в данном случае, мы видели во время захвата дома Мирабом, да, вот этим террористом, все телеканалы работали, всё показывали, и никто не сделал из этого секреты, да. Всё это было публично. А показывать то, что предлагают террористы, и то, что было снято специально, ну, в явно пропагандистских целях, и, собственно, его сидение 24 часа до осады, она тоже сыграла на пропагандистские какие-то истории. Я очень тоже удивлён, но вместе с тем благодарен тоже каналу «Аль Джазиру», который специальное руководство создало в Катаре, чтобы принять такое решение. Я считаю, что это правильное решение. Это же важный момент. Это вообще феномен такой. С одной стороны, YouTube и интернет ничего утаить уже невозможно. Любые кадры можно посмотреть. Разнохвата аудитории. Всё-таки, ну, там бывают и миллионные просмотры. С другой стороны, это ведь сейчас речь идёт об общественном договоре. Он попросил, ему пошли навстречу. Возможно такое у нас в стране? Ну, то есть это какой-то новый, это другой, иной уровень взаимоотношений власти, государства и телекомпаний, в том числе частных. Я бы не стал идеализировать ситуацию во Франции. Нет, нет, другой. Там тоже телеведущих снимали за то, что они довольно, ну, рискованно высказывались о самом все Сарказе. И был такой феноменальный момент, когда один из знаменитых ведущих, французский, который сто ли 40 лет в эфире, собственно, выходила итоговая программа, и потом выходила программа куклы, в которой он был главным ведущим. После того, как его сняли, программа куклы, не зная, что делать, ещё выходила почти полгода, понимаете, с его участием. Так что там тоже всё непросто, вот. Но вместе с тем могу сказать, конечно, это другой уровень отношений. И, конечно, это общественный договор. Тут не может быть какого-то, как нам говорят, вот там, знаете, инструкции на все случаи жизни. Не бывает такого, понимаете. В каждом конкретном случае, я думаю, что средства массовой информации не являются врагами своей Родины, да, они всегда будут идти на общественный договор. Как это происходит во многих цивилизованных странах, как, например, в Штатах, да. Если, например, спецслужбы считают, что вот показ в конкретность какого-то ракурса вредит операции, да, то они этого делать не будут, безусловно. Точно так же происходила, кстати говоря, цензура открытая была армейская во время войны в Ираке. Это тоже не скрывает. Вот. Поэтому тут какой-то вопрос общественного договора. И цензура в Ираке вводилась не только для того, чтобы не показывать что-то, но и в том числе и ради безопасности солдат. Так что здесь всё время разные истории, понимаете, и контекст разный. Поэтому сказать, что вот тогда вот мы опубликовали такие фотографии, это неправильно, а сейчас вот правильно, наверное, нельзя. Наверное, всё-таки нужно в каждом конкретном случае применять отдельные правила. Я, например, как главный редактор, бы ни за что бы не поставил, если бы у меня была такая плёнка. Просто без всякого требования президента никогда бы не поставил такие кадры в эфир. А кадры убийства Каддафи, например, которые обошли весь мир? Кадры Каддафи, по-моему, другая история, если честно. Тоже другая. Конечно, это было единственное доказательство его смерти. Вот понимаете, вот как раз формально, с точки зрения формальной логики, вот убийство человека в кадре, да, всё понятно, вроде бы, да жестокость, безусловно. Ну, кстати говоря, кадры убитого Чаушеского, да, там растерзанного жены тоже обошли весь мир, да. То есть, ну, всё-таки, каждый конкретный случай, это, я не могу сказать, что вот эти истории, например, убийства детей, снятые террористом, заметьте, не средством информации, а террористом, да ещё сопровождаемым каким-то текстом, даже если его убрать, всё равно это носит характер, ну, как бы, мы, безусловно, идём на поводу у террористов в таком случае. Это, по-моему, классический случай. В этом случае французам гораздо проще. Вот, с Каддафи и с, там, допустим, во время революции в Румынии, это совсем другая история. Мне кажется, каждый раз нужно подходить конкретно исторически. Я как историк могу сказать, конкретно исторически никаких лекал и никаких рецептов на все случаи жизни не бывает. Вот, когда я упомянулась по профессиональному сообществу, это касается, в принципе, того, что можно показывать, что нет, там, с этической точки зрения, ну, там, в качестве примера, фотографии актёра, который заболел, например, или, там, платят медсёстрам, я имею в виду, газетчикам, например, я сейчас не предлагаю это обсуждать, но это, некоторые газеты себе позволяют, и газеты хорошо продаются, да, к примеру. Ну, это может обсуждаться в итоге профессиональным сообществом с привлечением общества. Я считаю, это инетично. Но когда событие такого резонансного свойства, такого, да, когда речь идёт о жизни и смерти, то тогда, конечно, это выплёскивается за рамки обсуждения внутри профессии. Секунду. Вот, как вы считаете, кто должен принимать вот эти решения? А пока, в принципе, как это должно происходить? Показывать, не показывать? Вот, например, те же кадры сейчас по-французски. И Саркази, и те, кто разделяет его мнение о том, что показывать не надо, говорят, что это просто подстегнёт людей с нездоровой, с психикой, которые, может быть, склонны к такого рода вещам, потенциальным террористам, грубо говоря. С другой стороны, показав это, да, это ужаснёт, это шокирует, но, может быть, это позволит этому не повториться никогда. Люди посмотрят, но это ужасно. И сделают всё, чтобы это не повторялось. Я сейчас высказываю две точки зрения, не свои, да, просто, что они имеют право, возможно, на существование. Мне кажется, знаете, для того, чтобы не убивать детей, не нужно показывать их убийство, чтобы это вот как бы было так ужасно, чтобы, мне кажется, эта логика не работает здесь. Здесь очень важный момент, существенный, в отличие, опять же, от Румынии, говорят, Ливии, да, где речь шла о власти, и, собственно, показать убитого руководителя государства, это вопрос политический. То есть, все сторонники, тогдашнего, там, Каддафи и так далее, должны убедиться, что у них больше нет лидера. Это вопрос гражданской войны, в том числе. Это очень важный вопрос. Как показать это уже другой, это уже вопрос этики, да? Можно показать так, чтобы было понятно, что человек мёртв, и всё. В этом смысле, те каналы, которые это показали в стране, и потом в мировых сетях, они поступили, на мой взгляд, абсолютно оправданно. Вот показывать убийство детей, да ещё снятые террористам, не средства массовой информации, а террористам, да, там, это вообще просто за пределами. Это, конечно, идти на поводу у террористов, это, конечно, подстегнёт, я не знаю, уравновешенных и так далее. Вообще, допускать к показу кадры, снятые террористы, можно только, наверное, в одном случае. Для закрытого следствия по делу об осаде, да? Вы знаете, например, в Штатах распространена такая практика закрытые слушания по делу. Если вот сейчас отец этого террориста вдруг подаёт против Франции иск с требованием, чтобы ему взмеспили ущерб за убитого сына, конечно, ну, нонсенс, конечно. Но вот тогда эти кадры, возможно, и сработают, они как бы там нужны будут, но не для публичного показа. Ну, а если эти кадры, например, да, совершенно по иному ситуацию выставляют, ну, то есть мы сейчас разбираем крайние... Мы же знаем, что на этих кадрах, они подробно описаны уже в интернете. Нет, я не про эти, я в принципе говорю сейчас. Мы просто берём такие вещи, которые, безусловно, там, да, понятно, что нельзя показывать вот это, и надо показать вот это. Но ведь есть и пограничные какие-то вещи. Вот кто в итоге должен принимать решение, а вот возьмёт канал и покажет, несмотря на просьбу с Арказией, и что? Вы правильно привели пример, вот больной артист, которого там сняли из окна, там, и так далее. Есть жёлтая пресса, для которой совершенно не важно, что, главное вот снять это всё. Это редакционная политика издания, да? И рейтинги машины потом. Возможно. Я такой смотреть и читать не буду, вот, и тем самым я голосую деньгами. Безусловно, это редакционная политика, и, безусловно, редакция, и редактор должен принимать такие решения. А я, как читатель, зритель, должен сказать, что я этот канал смотреть больше не буду, или это издание покупать больше не буду. Да? Вот это вот только так происходит. За исключением случаев, когда прямо нарушается закон. Да? Это вот, это уже другая история, да, там. И то, это делается обычно в развитых странах с демократической системой, после того, как редактор совершил, допустим, право нарушения, и тогда против него в суд подаётся дело, и так далее. Вот это вот цивилизованный способ существования в этой... Важно всегда для журналистов, для нас с вами, да, вот, и для общественности, не просто для чего ты ставишь. Это важно ещё, и насколько это событие важно для общества. Не просто я подглядел что-то, вот, коррупционер там даёт взятку, да, или там ведёт себя аморально, да, там как-то, не знаю. Но важно это для общества или нет? Если это председатель Думского комитета по этике, то, наверное, важно. Понимаете? Спасибо. Спасибо. О журналистской этике говорили с Рафом Шакировым, журналистом, общественным деятелем и главой портала Большое правительство РФ.